Лев-Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст Лев-Лев, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги целый год, а я, Лев Аборин, стараюсь помогать ему обсуждать эти отрывки, а точнее то, что за этими отрывками стоит, какие-то важные, не очень важные, но памятные календарные даты, так сказать, альтернативный календарь, по которому мы с вами путешествуем. Мы дошли до сентября, начинается осень. Лев Семенович, здравствуйте, поздравляю вас с этим. Привет, Лев. Поздравлять не с чем, потому что я как-то привык очень не любить первое сентября. Я не знаю, кто как, но мне, видимо, не повезло в жизни. Я никогда не любил школу, прямо с первого класса. Всегда считал и продолжаю считать школу каким-то таким репрессивным учреждением. Но, тем не менее, первое сентября. Поэтому давайте считать, что первое сентября – это не начало учебного года, а, например, начало бы объявляем. Потому что это как раз приятное время, хотя печальное. Но, несмотря на разные напрашивающиеся даты, у меня первое сентября совершенно другим отмечено. Итак, первое сентября 1910 год открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок – Апрелевский завод грамм-пластинок. Вы представляете, как давно это существует? Кроме патефонных пластинок, где игрались фокстроты и танго, где пели Утесов, Шульженко, Бунчиков, Нечаев и Русланова, были и несколько детских. Самыми любимыми были две. На одной – два артиста на разные голоса, а иногда и хором художественно читали телефон Чуковского. На другой – артистка Рина Зелёная, виртуозно изображавшая голос и захлёбывающейся интонацией ребёнка, читала какие-то юмористические стихи. Например, стишок про то, как семья выбралась в выходной день в гости на чью-то дачу, но всё время происходили какие-то мелкие неприятности. То адрес не тот записали, то поезд пришёл не на ту станцию, то ещё что-то. Мне оттуда запомнилось вот такое место. Как нарочно дождь закапал. Так, сказал сердито папа, говорил, возьмите зонтик, ведь гроза на горизонте. Именно эту пластинку, которую я слушал беспрерывно, я однажды разбил, расколол на две части и очень горевал по этому поводу. Либо помните ли вы что-нибудь подобное или нет? Абсолютно нет. Когда вы сейчас сказали, что читали телефон Чуковского, я на секунду подумал, что там артисты читали, что он типа 2, 3, 5, 6, 8, 4. Там были два каких-то дядьки, да, вот они как-то очень артистично, так перебивая друг друга. Да, у меня зазвонил телефон, кто говорит слон. Понятно. А по поводу «Дождь закапал», ну, это, по мне, очевидно, как бы поэтика узнаётся с первого раза. Это Барто. Это Барто, да, конечно. Как бы такая графомания, где каждая следующая строчка вот-вот кажется сейчас полный провал, но нет, она как-то всё-таки находит, что сказать, да. Она выбиралась всё время, да-да-да. Ну вот, пластинки, да. Пластинки у меня были прекрасные в детстве, но это были уже перестроечные пластинки. Я вот тут, если вы, значит, обратили внимание, написал, что я разбил эту пластинку. Это, значит, было время, когда пластинки были на 78 оборотов, где была только одна либо песня, либо вот стишок, как в данном случае, на одной стороне. И они были толстые, тяжёлые и очень хрупкие, в отличие от пластинных долгоиграющих. Да, винил уже так трудно не разобьёт. Да-да-да-да-да, в отличие от этих так называемых долгоиграющих, как мы их называли, на 33. Эти бились, к сожалению, прямо они падали на пол и раскалывали. Я помню эти коробки с этими конвертами. Ох, это такое... Всё это пахло пылью ужасной, хранилось на чердаках. Ну вот, у меня были уже перестроечные пластинки, которые были очень хорошие. Помню почему-то очень хорошо пластинку «Лев ушёл из дома». Ещё и стерео какие-нибудь, наверное. Да, замечательные совершенно были. По приключениям кузнечика Кузя был абсолютнейший хит, там, кажется, чуть ли не Юрий Антонов сочинял песни для этого. А я этого совершенно ничего не знаю. Ну да, но были ещё какие-то там зарубежные, типа там, не знаю, «Битлз» или ещё что-то. Причём не только на фирме «Мелодия», но и какие-то привезённые за границы. Ну, в ваше время уже чего только не было, да. Да, а ещё очень хорошо, я помню, Петрова и Васечкина, как ни странно, это какой-то более ранний продукт, но тем не менее тоже его очень слушали на пластинках. Это я почему-то знаю. Это про двух таких юных пионеров лет 10 или 11, которые оба влюблены в одну и ту же девочку и совершают разные спешные подвиги. А, понятно, понятно, понятно. И они немножко раздолбают такие, да? Ну, они нет, они такие... Там как бы каждый сюжет был вокруг какого-то классического произведения, то есть обыгрывался. Например, там был сюжет «Ревизора» под названием «Хулиган», когда в пионерлагерь приезжает хулиган, но за него сначала принимают то ли Петрова, то ли Васечкина, я уже не помню. Ну, и так далее. Сюжет «Дон Кихота» и так далее. То есть вот это... Ну, окей. Понимаете, я-то эту культуру совсем как-то не знаю, потому что, что называется, давно не было маленьких детей. Ну, хорошо. Когда-то у меня даже было эссе про детское чтение. Такое. Там вот такая, значит, начиналась примерно так. Если вы замечаете, что взрослый человек вдруг начинает цитировать какие-то детские книжки, это может означать две вещи. Либо он сам впадает в детство, либо у него появились дети и внуки. Да-да-да. Ну ладно. 2 сентября 1940-го. Введен почетный знак различия высших воинских званий. Маршальская звезда. Соседский Валера Кирнос, который через несколько лет попал в исправительную колонию, потому что он был хулиган и, как позже выяснилось, мелкий воришка, подарил мне в день 11-летия набор вырезанных из огоньков портретов советских маршалов. Полюбовавшись мундирами и орденами пару дней, я засунул эти портреты уже не помню куда. Да, почему-то огоньки тогда печатали эти парадные портреты. Чем вообще был журнал «Огонек» до перестройки, где он стал одним из рупоров, что называется? До перестройки я застал «Огонек» еще, так сказать, позднесталинский, между прочим. Я-то был маленький тогда, но уже в виде, скорее, каких-то там подшивок, которые у кого-то хранились. Вот этот позднесталинский, послевоенный огонек был, конечно, совсем такой, сильно сталинский. Он там просто, по-моему, ни одного текста не было, где не упоминался бы генералиссимус. Вот где, кстати, портреты были с маршальскими звездами тогда же. Чем старше я становился, тем огонек в большей степени от меня вообще куда-то уходил. Я его просто не читал. А вам не приходилось там публиковаться, когда уже это стал хороший журнал? Один раз, да. Ну, это уже при позднем Горбачеве, да-да-да, было такое дело. Когда всех стали по очереди там, значит, публиковать. Это прям стало такой инициацией какой-то. Вхождение в официальный, значит, обиход. Мне рассказывали, что огонек было первым словом, которое я произнес в жизни. Правда? Хотя не знаю, можно ли этому верить, но говорят, да, видимо, все обсуждали дома, что вот публикация какая-то важная. Не обязательно. Может, где-нибудь горел там какой-нибудь огонек. Или вам показали на какую-нибудь печку или костер, и кто-нибудь взрослый сказал. Нет, я думаю, что это был именно журнал, потому что как-то, по крайней мере, мне так говорили, да. Журнал, да. Ну, в общем, если выросли, так сказать, в лингвоцентристской среде, то, наверное, да. 3 сентября 1914, день рождения Бюстгальтера. Слово «бюстгальтер» казалось слишком пышным и слегка комичным. Как неизбежно комичным было все, что не выставлялось на показ. Чаще употреблялось более скромное слово «лифчик». Но «лифчики» были не только у женщин и девушек, они были и у мальчиков. И это становилось на многие годы серьезной психологической травмой. Мальчики носили лифчики, которым с помощью широкой резинки пристегивались чулки. Лифчики были довольно позорным предметом. Как, впрочем, и трикотажные кальсоны ярко-голубого цвета, которые самым коварным образом вечно вылезали из-под брюк. Ходить без кальсон и доблестно мерзнуть считалось признаком мужественности. Вы знаете, это, видимо, настолько были ужасные какие-то предметы, что они мне до сих пор снятся. Мне кажется, мы с вами когда-то уже обсуждали колготки и кальсоны, вот эти позорные атрибуты советского детства, которые, видимо, какие-то там педагоги и доктора сочли нужным навязать на лифчике. А у вас был лифчик? Расскажите. Ну, конечно. Ну, конечно. А как? Лифчик чулки, которые пристегивались. Но он лифчик, который не для того, чтобы грудь держать, а для того, чтобы чулки пристегивались. Да. Ну, это такая комбинация для мальчиков. Нет. Лёва, комбинация совершенно другой предмет. Вы что? Комбинация – это такая длинная, обычно шёлковая или шёлковистая длинная типа рубаха. Это такое как бы нижнее платье, можно сказать. В кружевах были всякие истории, ну, апокрифические, разумеется, про то, как перед самой войной, когда были присоединены три прибалтийских, значит, республики к Советскому Союзу, туда было направлено огромное количество советских офицеров, естественно, с жёнами. И вот жёны, в основном, будучи людьми, как правило, сельского происхождения, они там накупали как раз вот эти розовые и голубые комбинации и носили их в качестве нарядных платьев. Я не знаю, было ли это на самом деле, но это была очень упорная такая история. Я читал более макабрическую историю о том, что разного рода гости восточных республик очень любили покупать такие маленькие кувшинчики и ставить их у себя в Москве или Ленинграде в качестве украшения. Маленькие кувшинчики с очень длинными носиками, да? Да-да-да. Да, это был страшный скандал. Однажды это мне рассказывала одна девушка, которая работала в поздние советские годы в известном вам музее декоративно-прикладного искусства. А в музее отделы делились не по жанрам, а по материалу. Вот отдел дерева, отдел керамики, отдел... Вот она в отделе металла работала. И вот однажды они из таких штук, целую коллекцию там была собрана, они сделали выставку. Потому что вот эти вот похожие на чайнички сосуды были очень изысканные. Они с какими-то красивыми узорами были, в общем, такие чаще всего медные. Потом возник скандал, потому что на выставку пришли как раз какие-то представители республик соответствующих из Узбекистана или Таджикистана. И устроили страшный скандал, сказав, что это на самом деле очень интимный женский предмет. Это такая подмывалка, скажем так, если грубо. Это предмет, который никогда не выставляется наружу. Да, это буквально то, что называлось выставить на показ грязное белье, да? Примерно, да. Непонятно, почему, если это, значит, кроме тех, кто это использовал непосредственно, никто не видел, включая мужа или детей, да, то почему они были такие красивые? Вот это вот загадка. Потому что душа тянется к красоте в любых обстоятельствах. Ну, видимо, да. Видимо, в этом что-то ритуальное было, да, конечно. А чулки, значит, дамы не при помощи комбинаций, комбинации, повторяю, для другого существовали. Это называлось пояс. Это такая штука, знаешь, которая, вот она была типа пояс, а от неё вниз сходили вот эти те же самые широкие резинки, посредством которых пристёгивались чулки. Теперь я всё знаю. Да, Лёв. Теперь я видел всё, как говорят сейчас в интернете. Именно, именно. Ладно, поехали дальше. 4 сентября 1888 Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотоплёнкой, и регистрировал торговый знак «Кодак». Использованную фотоплёнку туго сворачивали, плотно заворачивали в листик фольги, клали на перила балкона и осторожно поджигали. Получалась ракета, которая стремительно, хотя и недолго, носилась над улицей, оставляя за собой огненный след. Очень было важно, чтобы она устремилась в ту сторону, в какую надо, а не, например, в тебя самого. Это получалось не всегда. Небось ещё ожоги от такой ракеты, если она в тебя самого. Нет, ну тогда очень много было травмоёмких забав. Да, генных. Траммогенных, да. А разве не было, собственно говоря, принято хранить фотоплёнку, чтобы в случае чего ещё раз её напечатать? Ну нет, нет. То, о чём я рассказываю, касалось каких-то совсем забракованных плёнок. А иногда их крали у родителей, потому что они там где-то лежали, никто им не пользовался. Да, материал для ракет пропадает, и понятно. Ладно. 5 сентября 1944 в Лондоне состоялось подписание договора об образовании экономического союза «Бенилюкс». Когда я впервые услышал по радио слово «Бенилюкс», я сперва подумал, что это имя и фамилия. Ну, вроде «Бенекрика», рассказы о котором родители часто читали вслух. Что сейчас с «Бенилюксом» непонятно? И с ЕС они как-то... О каких-то формах существует, да. Я почему это знаю? Потому что, когда я в середине 90-х годов, я жил в Берлине, вообще как в Германии. Где-то в каком-то доме меня познакомили, значит, с пожилым таким восточного облика дядькой, который оказался... То есть я его потом просто вспомнил, который оказался Чингизом Айтматовым. Я его пару текстов каких-то читал, но большого увлечения не было, и я не очень знал, честно говоря, как он выглядел. Вот, тут был, говорит, Чингиз Айтматов. Я как-то кого-то спросил, что он тут вообще делает. Мне сказали, что он является послом Киргизии в Бенелюксе. Почетно. Я думаю, что ему вполне нравилось там, да. Я жутко позавидовал такой синекурной должности, потому что вроде страны такие, где особого не надо дипломатического мастерства проявлять, особенно в Люксембурге. И вся его деятельность, видимо, сводилась к тому, что он приемы какие-то устраивал, и сам ходил на приемы. По-моему, неплохо. Хорошая на старости лет должность, я считаю. Про Айтматова я помню, что какая-то была история, что он вселился в дом Пастернака когда-то уже накануне перестройки, до того, как там все-таки удалось сделать музей. Ну, его так заклевали переделкинские коллеги, что он спешно отказался от этой дачи. Какая-то была история. Только, по-моему, даже не снимать с кем-то еще, но не важно. То есть, видимо, он, так сказать, уехав из Переделкина, переселился в Бенилюкс, и, в общем-то, может, и не прогадал. С ним были еще какие-то смешные истории. Это мне уже рассказывал один мой приятель, который поздние 80-е работал на BBC в Лондоне. Ну, это была поздняя перестройка, и туда прямо большой чередой стали ездить всякие советские и даже не советские авторы вроде меня. Потому что я тоже в 89-м году побывал в Лондоне и, соответственно, в BBC. Так этот мой, значит, приятель, работавший на BBC, однажды туда приехал вот как раз Чингиз Айтматов. А он очень давний эмигрант, и в советской всей этой культуре разбежался уже плоховато. Ему поручили сделать интервью с этим Чингизом Айтматовым. А он с ним разговаривал, имея в виду, что это Расул Гамзатов. И поначалу все, говорит, шло так ничего, то в какой-то момент... Точка неразвлечения в какой-то момент закончилась, да? Да-да-да. Я не знаю, выдумал ли он эту историю, но она смешная. Ну, как в вашей стихии, да. Хотя с легким налетом политической некорректной. Но с легким. Хорошо, дальше. 6 сентября 1936-й. Учреждено почетное звание «Народный артист СССР». А рангом пониже, хотя тоже вполне почетным, был заслуженный артист республики. Какие-то остроумцы придумали издевательский парафраз «Застуженный артист без публики». А заслуженный работник культуры коротко назывался «Засрак». Да, это я хорошо помню. И про заслуженного артиста это соседка Клава Николаевна все время шутила. Вот этот заслуженный артист без публики, он был в одном ряду с артистом Погорелова театра или вот что-то такое. То есть это скорее марка неудача иметь такое звание. Разумеется, разумеется. Артист Погорелова театра. Да, но заслуженный, значит, без голоса, а еще и без публики. Да, театр одного актера еще, если я правильно помню, была такая вещь. Да, но театр одного актера была такая вещь и без всякой иронии. Про который шутили, весь билет продан. А, это я не слышал. Это смешно. Герой труда назывался Гертруда, опять же, на том же языке. Легенда гласила о том, что было такое женское имя, которое образовывалось не от немецкого имени Гертруда, что было бы естественно, а именно от героя труда. То есть это было такое лукавство, что она вроде как бы Гертруда, но это наша Гертруда, понимаете? Героиня труда. Хорошо, дальше. 7 сентября 1813. В США впервые употреблено выражение дядя Сэм, анкл Сэм. В американском еженедельнике The Troy Post. Этот дядя постоянно появлялся в крокодильских карикатурах моего детства. Он был там долговязым, тощим, старообразным субъектом с длинной козлиной бородой и в звездно-полосатом цилиндре. Он неутомимо брецал оружием, устраивал гонку вооружений, размахивал игрушечной бомбой с нарисованной на ней буквой А, что означало атомное, и угнетал цветное население собственной страны. Но что-то в нём было неуловимо обаятельное. И он мне скорее нравился. Хотя я это чувство поначалу гнал от себя, потом перестал гнать. В нём, правда, что-то было комическое и в то же время симпатическое. Ну да, он ещё так нервически худым изображался, в отличие от его партнёра толстого миллионера в цилиндре с мешком. Да. Он был каким-то таким поганелем немножко он таким казался. Ну, воинственным очень поганелем. В облике его воинственности как раз не было. В Нью-Йорке, между прочим, есть такая туристическая, но вполне работающая штука. Военкомат, стоящий прямо на Таймс-сквер. Туда можно прийти и записаться в армию. И на двери у них висит вот этот самый в цилиндре с бородой, показывающий пальцем «I want you for the US Army» и так далее. Этот плакат я знаю, да. Так что да. Но потом он с войной перестал как-то ассоциироваться. И дядя Сэм – это, в принципе, всё американское. Я-то рассказываю о крокодильских дядях Сэмах. Хотя они были похожи, но чуть-чуть другие. Более как бы комические, более саркастические, более карикатурные, конечно. Так, 8 сентября 1801 в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. В советские годы в нём располагался музей религии и атеизма. Там был один зал, посвящённый инквизиции, где выставлялись в том числе орудия пыток. Мне запомнилось кресло, сплошь усеянное гвоздями, и маска голода, маска из чугуна, которая надевалась на человека и не позволяла ему есть еду, которую ставили перед ним. И ещё там было много всего весёлого и интересного. Мне действительно в подростковые годы очень нравилось туда ходить. Я не знаю, что это было. Видимо, не совсем сформулированная страсть к нуару, к чёрному юмору. Что-то в этих креслах с гвоздями, испанских сапогах, что-то было почему-то смешное, хотя я не могу объяснить, что там смешного. Но какого-то ужаса. Видимо, воображения не хватало на то, чтобы это на себя всё примерить. Ну, сама по себе идея сделать в храме музей пыток – это, конечно, такая с запасом советская идея, я бы сказал. Да, это само собой. При том, что это очень красивый храм, гигантская колоннада замечательная, где всегда люди встречаются, ещё что-то. Потрясающей красоты, конечно. Да, ну вот был музей религии атеизма. А напротив, в общем-то, на него там стоит храм спасанной крови, где было овощехранилище. Так что... Так что всё нормально. Всё могли советские люди приспособить под свои нужды. Картошка, пытки, в общем, всё примерно. Там ещё что-то, конечно, в этом... Потому что там храм под овощехранилище – это не просто потому, что некуда было девать овощи. Конечно, это был жест такой, как бы, да, сатанинский. Ну, потому что в большинстве так яростно и так сладострастно, значит, боролись со всеми внешними атрибутами всякой религиозности, утверждая собственную религиозность, в общем-то говоря. Это было такое, значит, да, богоборчество в пользу своих богов. Потому что, конечно, они устанавливали свою религию. Недолго надо им отдать должное продержавшуюся, но тем не менее. Да, я помню московские церкви, англиканская церковь, там рядом с Пушкинской, да, с метро Пушкинской. Там был, я точно знаю, ну, там была студия звукозаписи. Это хотя бы на что-то похоже, потому что там действительно была замечательная акустика, и там был орган, между прочим. Да, то есть он и есть. Акустика. Замечательная кирха в Старосадском переулке, рядом с исторической библиотекой. Сейчас она там снова кирха. Что в ней было? В ней была студия «Диафильм», я помню. Это церкви, которым, можно сказать, повезло. Ну, там, в условиях жилищного кризиса еще вдобавок, конечно. Да. Вот. Что касается храма Христа, то его и просто, значит, взорвали. Я, безусловно, знал человека, который видел его еще вполне себе живьем первый, не взорван. Это был Евгений Борисович Пастернак. Он рассказал, как он видел его из окошка в детстве. Так я знал еще одного человека. Это был мой отец, который, значит, в те годы, когда этот храм рушили, он был студентом. И их еще посылали на разборку, значит, там какие-то... Его взрывали в несколько, так сказать, взрывов, ну, чтобы кусками его взрывали. Студентов, значит, гоняли на разбор кирпичей. И там даже что-то типа какую-то копейку за кирпич надо было сдать их куда-то. Им даже что-то за это платили. Вот они ходили туда. А кирпичи потом шли на новое строительство, как в Древнем Риме. Была легенда. Я не знаю, насколько она правдоподобна, но тот, кто мне ее рассказывал, утверждал, что это так. Я лично не ручаюсь, но красиво. Что, если вы помните колонны в метро Маяковской, которые в основном из нержавейки состоят, но они украшены кусочками красного мрамора. Именно кусочками, именно осколочками. И что это якобы осколочки из Храма Христа. Они поэтому так выглядят, они поэтому не квадратненькие, не треугольненькие, они именно бесформенные осколочки, именно потому, что они остатки взрыва. Я читал такое про станцию Новокузнецкая, что там скамейки стоят из Храма Христа, и даже вот есть на сайте проверенный разбор этой легенды и вердикт, что это неправда, и никаких скамейок из Храма Христа там нет. Я слышал про Маяковку. Ну, видимо, ни то, ни другое неправда, но это, как говорится, синоневеро бентровато. Никакая легенда, она не существует просто так. 10 сентября 1979. Умер Агостин Йонетто, ангольский государственный деятель, первый президент Анголы. Да, я помню эту историю. Он приехал лечиться в СССР и как-то сразу взял и умер. Шутники тут же среагировали на это печальное обстоятельство. Приехал Нета, а уехал Брутто. Это вообще были годы бурного и временами довольно циничного остроумия. Да, это вот такие поздние брежневские времена, когда советское население просто извергалось, так сказать, потоками анекдотов. Понятно, что это была такая спасительная реакция. Ну да, гонки на лафетах и тому подобное. Да-да-да. Я рассказываю про 79-й год. Гонки на лафетах начались после 81-го. Ну, в общем, да, это было интересно. Чуть позже началась эта эпоха, когда они друг за другом, значит. Я тогда где-то написал, что вот эти вот первые 80-е годы, они были годы, когда колонный зал Дома Союзов едва успевали проветривать между, значит, державными покойниками. А Гостинин, это, между прочим, он же чуть ли не главный ангольский поэт, кроме всего прочего. Про это я не знаю. Он классик ангольской поэзии, модернист, такой, в общем, важный. Помимо того, что он первый президент от Голы и до сих пор там национальный герой, кажется, он был какой-то еще... И что, он был португалоязычный поэт? Если я не ошибаюсь, так, да. Или на родном каком? Нет, по-моему, на португальском. Надо проверить, конечно, сейчас. Да, на португальском, совершенно верно. Этого я не знал. Хорошо. 11 сентября, 1877. Родился Феликс Дзержинский, советский государственный политический деятель, революционер, основатель ВЧК. Соседка Нина Николаевна смешила меня тем, что вместо «понравилось» говорила «пондравилось», а вместо «площадь Дзержинского» говорила «площадь Дзержинского». Ну, между прочим, тогда действительно многие так говорили. И метро было с Дзержинской. Неудобная немножко, конечно, фамилия для русского произнесения. Многие польские фамилии были очень трудны. Крыжжановский, например. Крыжжановский, да. Но это еще и похуже. Да, да, да. Представьте себе, что Крыжжановский стал бы еще и начальником ВЧК. А что касается «пондравилось», я еще помню, я у мамы спрашивал, почему Нина Николаевна так говорит. Мама как-то мне пыталась... Я говорю, ну, она не очень образованная, что-то вот. А я говорил, ну, так понравилось же длиннее и труднее сказать, чем понравилось. Причем тут образованно. Как раз вот мне кажется, что более образованной, может, должен говорить «пондравилось», потому что это сложнее. Тем не менее, «пондравилось», да. Она же говорила замечательное, мне очень нравящееся, и до сих пор, между прочим, слово в одно слово. «Почай пить». Вот такой был глагол. Пойдем по чай пьем. Леонид Ильич, а были ли вы свидетелем сноса Дзержинского, как, мне кажется, вся Москва была как-то в этот момент? Именно, именно. Был, был. Конечно, я стоял в этой толпе, да. Случайно оказался, потому что, ну, как-то мы гуляли, гуляли. Я смотрю, какие-то люди туда как-то так идут туда куда-то. Я помню, с тогдашней спутницей, значит, мы туда пришли, да, прям все это видели. Я рассказывал маму, что они ехали на машине мимо их, что-то папа мой не захотел там останавливаться, а мама потом его ругала, что они пропустили историческое событие. Что историческое, историческое событие, да. Пошли дальше. 12 сентября 1715-й Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями для сохранности деревянных мостовых. Когда я был в девятом классе, в моду вошли полуботинки с узкими носами. На подошве из микропорки. Они были двух видов. За 9 рублей и за 15. У меня были за 9. Но и ими я тоже гордился. Их не носили каждый день. В них ходили в гости, в театр или на школьные вечера, где самые смелые танцевали твист. Остальные смотрели на них и тайно завидовали. Хотя виду не подавали. С узкими носами. Очень хорошо помню. Обувь в Советском Союзе – это тоже какая-то травматическая история, насколько я помню. Ну, не только обувь. Обувь, конечно, да. Обувь – знаковая вещь такая, кто в чём. Всегда на это… Ну, сейчас редко как-то люди смотрят, во что обут. Хотя иногда смотрят. Но тогда просто смотрели. И, конечно, и все знали, за 9 или за 15 мячем. Это было сразу видно. Какие предметы обуви были абсолютно, так сказать, выдавали что-то ужасное и запредельное? Что-нибудь отстойное такое, да? Ну, да. А чёрт её знает. Ну, наверное, такие ботинки на шнуровках, такие вот высокие. Мальчаковые, так называемые. Которые мы все носили до какого-нибудь седьмого там класса. Так, а прощай молодость – это было что и когда, напомните? Ну, это было… Нет, это были действительно люди определённого возраста и определённой такой социальной груды. А вы знаете, как они выглядели, да? Я вот помню только, что они были, а как выглядели, я как-то не интересовался. Они действительно так выглядели, как прощай молодость. Они были войлочные и на молнии спереди. Их действительно носили пожилые люди, или у которых были там больные ноги или что-то. Они вроде считались очень… Это фактически были короткие валенки, но на молнии. А, я, да, вижу, на редкость действительно уродливая вещь. Да, да, да. И подбитые тоже какой-то резиной снизу. Нет, они были довольно уродскими. Нет, но отечественная вообще была уродска. Я думаю, что вот эти, которые с узкими носами, в общем, тоже были так себе. Но просто они нам казались какими-то очень модными. Чёрт я знаю. Моды же были какие-то в подростковом возрасте, какие-то локальные. Нет, с обувью почему-то всегда какой-то ужасно больной вопрос, действительно, в детском и подростковом возрасте. Все смотрят, какие у тебя там в школе, например, прихожу-то, какие у тебя кроссовки, какой фирмы, да не лох ли ты ещё, не дай бог, понимаете? Нет, в моё время ни о каких фирмах, конечно, речи не было, потому что всё было только местное. Нет, я вот очень хорошо помню две моды возникли. Первая была мода на гриндера, то есть на гриндерс, которые уже позже стали такой отличительной маркой неформальной молодёжи. ещё были доктор Мартинс, которые считались атрибутом скинхедов. То есть если ты не скинхед, то как бы тебе и носить их не надо. Кроссовки, насколько я помню, я уже был никаким не подростком, а просто молодым человеком в середине 80-х. Появились как предмет культовый, предмет знаковый, предмет вожделенный. Кроссовки – важная штука была. До этого я даже не помню, что. Кеды, наверное, какие-то были ещё. Кеды, да, но они не сигналили ни о какой модности, понимаете? Кеды были просто удобной штукой, в которой было удобно, я не знаю, мячик гонять, вы говорите. Это не была модная одежда. В кроссовках было как бы вполне нормально пойти, я не знаю, на оперу, да? А в кедах нет, конечно. Кеды, они и были спортивные обуви. А футболисты ходили в бутсах, видимо, всё-таки на матчах. Ну, не ходили, они играли в бутсах. Ну да, играли. Я просто начал рассказывать про какие-то свои воспоминания 90-х, начала 2000-х. Да, и вот там помимо гриндерсов было очень модно ходить в обуви из магазина Камелот на Пушкинской. И в какой-то кратковременный момент были популярны отечественные тяжёлые ботинки под названием Т-34. Я подозреваю, что из-за очень массивной рекламной кампании, но вот все хотели Т-34, у меня в какой-то момент они тоже появились, они действительно весили каждый как утюг, но при этом, ну, как-то в них считалось классным ходить, ну, лет в 13, как-то так. Ну, были какие-то тапочки, были теннисные, были какие-то... Да, ну, это не та была обувь. Вот кроссовки, это как бы, которые были... Это первая, по-моему, на моей памяти, которые изначально были спортивными, а стали такими светскими. Хорошо. 13 сентября 1929. Александр Флеминг впервые явил публике своё открытие – пенициллин. Когда мне было три с половиной года, я заболел скарлатиной, и меня отвезли в больницу. Мама потом многократно повторяла, что если бы не пенициллин, то неизвестно. Кажется, с тех пор я стал бояться уколов. Боюсь, кстати, и до сих пор. Мама говорила, что вместо слова «шприц» я говорил «фриц», и все вокруг смеялись. Слово «фриц» в те годы, что я рос, было очень распространённым. Не то, что «шприц». Уколы – это ещё одна ужасная штука, топос, опять-таки, детской советской литературы и фильмографии. Я в детстве всё время болел и всё время подвергался фрицам этим. Ужасно, ужасно. Я тоже очень много болел, боялся этих уколов. Меня фрицами кололи, я ужасно боялся. До сих пор я так сжимаюсь. У меня две уколы и из пальчика кровь. А из вены ещё бывает, если вы помните, совсем нехорошо. Этой процедуре из вены я подвергся, как-то ни странно, уже в более взрослом возрасте и уже не боялся. Вот из вены я не боюсь. А из пальчика до сих пор я прямо сжимаюсь. Потому что из пальца кровь делали при помощи какой-то страшной маленькой гильотины. Какая-то штучка. Ланцет такой, да, неприятный. Не ланцет, а вот какая-то такая штука, похожая, знаете, на, я бы сказал, на шариковую ручку. Ну, с какой-то кнопочкой. Тебе приставляли её к пальцу, нажималась на кнопочку, и оттуда какая-то резко выскакивала штука, и тебе даже не колола, рвала палец вообще частично. Просто кожу рвала. Потом, значит, трубочками это всё, значит, это само. И мама часто меня в детскую поликлинику водила на эти вот всякие процедуры. И единственное, что меня вообще как-то поддерживало в этой ситуации, это ожидание того, что вот когда мы выйдем, туда же надо натощак прийти, да, чтобы кровь-то брать. Мама с собой брала пару каких-то вкусных бутербродов. И вот когда мы оттуда выходили, и уже из самой поликлиники, то мне позволялось прямо на ходу на улице эти бутерброды, значит, сжирать. А еда на улице, как вы знаете, для ребёнка это очень важное и очень вожделенное занятие. Я не знаю, вы любили есть на улице? Не, не особо. Я поликлинику тоже не любил, но у меня с ней связана масса воспринимательных, образующих человеческую личность. Тоже я много болел, тоже мне это оттаскали, и кровь, и всё это я очень хорошо помню. Нет, ну вот бутерброд после, и вообще что-то после. Когда мне в четвёртом классе гланды вырезали, это было страшно, больно, неприятно. Вот тот же самый Мхитарен, которого мы однажды с вами вспоминали, помните? Да, хороший человек, и врач, и герой, и памятник. Да, да, он мне делал операцию. Но меня держало тоже на плаву, и как-то меня заставляло сосредоточиться. И мама мне обещала, что после операции она ко мне придёт в больницу и принесёт неограниченное количество мороженого. Тогда считалось, что почему-то, что после, значит, операции на гланды не столько можно, но даже нужно есть мороженое, потому что оно там замор... Как бы оно кровь там, типа, останавливало. Я не знаю, что-то такая была теория. И я ждал этого мороженого, потому что я его очень любил, и представить себе, что мороженого может быть неограниченное количество, я не мог себе это вообразить. И мама действительно принесла мне полную сумку мороженого. Но мне было так больно, и я отказался от этого мороженого. И мама, увидев это моё состояние, тоже заплакала. Я просто помню, как мы вдвоём плакали. Вот, и она унесла назад мороженое. Потом я очень жалел, конечно. Если назад в магазин сдала его? Да нет, ну, выкинула, наверное. Ну, как в магазин можно сдать мороженое? Что бы говорить? Кстати, мороженое тогда ни в каких магазинах не продавали, а продавали исключительно сладко. Из ящиков. Из ящиков. В магазинах только в двух было мороженое. Это был гум и детский мир. Мороженое за 20 копеек в стаканчике с высокой шапкой такой. Вы нам помните. Помните ли вы такую фигуру, как мороженщик? Здравствуйте. А почему же мне не помните? Мороженщик, мороженщица. По поездам ходили, кстати, по-моему, до сих пор. По электричкам они ходят. Ну, по электричкам, да. Они носят в таких термосумках. А я всегда себе, конечно, представлял какое-то более величное зрелище, которое описано Маршаком в стихотворении «По дороге стук да стук едет крашеный сундук». Нет, то, о чем вы говорите, этого я, конечно, не застал. Это когда специальной ложечкой какой-то ведерко там вынимают, да? Это, нет, это уже, это все было сильно раньше. Я это тоже знаю либо по рассказам старших, либо из кино. Нет, в мое время мороженое было примерно такое же, как сейчас. Окей, 14 сентября 1321 год умер Данте Алигерия, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка. Володя Шухов сказал, что Данте — это тот, который пристрелил Пушкина. Вот именно пристрелил, я это запомнил. Нет, сказал более просвещенный Смирнов, который прочитал больше книжек, чем Шухов. Тот был Дантес. Да какая разница, Данте, Дантес, убедительно сказал Шухов. На этом спор и закончился, потому что нашлись дела поинтереснее. Придумать, например, как незаметно высыпать в портфель англичанки Анны Павловны по прозвищу Половник коробку зубного порошка, складчину, купленную в аптеке, специально для этих целей. Ужас. Боже, какие мы были гады, между прочим. Потому что это Анна Павловна была несчастной, судя по всему, какой-то одинокой женщиной, плохо видевшей. У гадов детей такие люди всегда вызывают желание над ними поиздеваться. Это был ужас. И однажды я этой же самой Анне Павловне, когда она куда-то стремительно неслась с журналом в руке, до сих пор не понимаю, как это у меня получилось, я зачем-то поставил ей подножку. И она упала, и журнал выпал из рук. Потом я очень долго и мучительно извинялся. Таскали меня к директору. Ужас, да. Злые дети бросали камни вслед ему. Именно. Я вот даже просто сейчас стараюсь об этом не вспоминать. Почему надо было высыпать коробку зубного порошка или какого-нибудь таракана в журнал засунуть? Даже не таракана, а майского жука, потому что мы за городом жили. Да, что касается Данте и Дантеса, тут я могу только вспомнить, что моя хорошая подруга, и нынче известная поэтесса и организатор литературного процесса Дана Курская, которую вы наверняка знаете, в детские годы написала стихотворение «Роковое созвучие и соседство». И у нее там были строчки «Рядом с городом Алигери Данте истории записано Дантес». На меня эти стихи произвели большое впечатление, когда я их впервые прочитал. Кстати, у меня есть такая... Может быть, это, конечно, в жанре, так сказать, в стиле народной этимологии, так называемой, но мне почему-то кажется, что обе эти фамилии так или иначе к зубам как-то восходят. Думаете, что это еще и дантисты имеются там какие-то в виду? Ну, да. Ну, Дент – это же зубы, как бы, да, наверное? Зубы, да. Черт ее знает. Ну, а почему нет? Почему не может быть фамилия зубов? Дантес, он был как бы через апостроф из антес, из анта, да-да, де-антес. Тогда не работает, да? А хоть было антес, да? Ну, он был дантес, как дартальян. Я понял. Де-антес, да-да-да. Тогда нет. Отзываю. Я же говорю народной этимологии. И, наконец, последний день полумесяца нашего 15 сентября, 1801. Александру Первому представлен первый в мире велосипед. Где-то я прочитал, что какой-то, то ли священник, то ли монах, носил фамилии велосипедов задолго до изобретения велосипеда. Видимо, так изощрился какой-нибудь знаток древних языков и дал безродному семинаристу такую фамилию. С греческого она переводится примерно как «быстроногов». Наверное, шустрый был паренек. Да, вот действительно, велосипедов. Я люблю очень тему семинарских фамилий. Я все время писал диплом по очеркам Бурса Помиловского, и там очень много их. Ну да. В Википедии есть целая статья семинаристские фамилии, где они, в общем, примерно все перечислены. Это очень интересное чтение. Бенескриптов. Вот, я прямо сейчас вижу, да. Восторгов. И велосипедов действительно здесь среди них есть, да. Были каменные фамилии, были цветочные фамилии. Вот фамилия Розов или сиалков, да. Животные, да. Животные реже, по-моему. Ну как, животные – это и обычные русские фамилии. Пегасов, Палимпсестов. Ах, такие животные? Тогда, конечно, да. Палимпсестов – прекрасная фамилия. Отличная, отличная. Ну вот я знаю человека по фамилии Фаворов. Я говорю, у вас, небось, предки. Он говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, ну, легко догадаться. Да, Фаворов, он еще, это как бы ему еще повезло. Он еще хорошо отделался. А вот экземплярский – это уже тяжелее. Я думаю, пример. Какой это был друг Блока? Друг Мережковского Египте, с которым они были в тройном браке. Ну и Блока тоже, да. Более близкий друг Мережковского Египте, чем Блока, да. Понятно. Хорошо. Мы закончили. Да, мы плавно и незаметно подошли к середине сентября. И месяц интересный. Интересный месяц. Много всего любопытного. А о том, насколько он интересен, мы еще узнаем из следующего нашего выпуска, где мы будем говорить о датах второй половины сентября. Это был подкаст «Лев Лев», в котором Лев Семенович Робинштейн читает отрывки из своей книги целый год. Я, Лев Аборин, помогаю обсуждать и разбираться в этих, как сказали бы, в советское время гримасах истории. До следующих выпусков, дорогие друзья, до новых встреч и до середины сентября. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова